Далее в нашем эфире продолжение проекта Универсиада 2019, какой он соперник Красноярска. Я напомню, наша съемочная группа вернулась из швейцарского кантона Валия. Это единственный конкурент Краевого Центра в борьбе за право проведения всемирных студенческих игр. Сегодня расскажем о месте, где горнолыжники тренируются только летом. Репортаж Ирины Алиевой. Спонсор проекта УАО «Банк Москвы». Вот сейчас за моей спиной начинается тренировка женской сборной в Швейцарии по хоккею. Изначально мы должны были их поснимать, была такая договоренность, типа общаться с девочками. Но в последний момент они отказались, видимо, с уверием. Они готовятся к Олимпийским играм. Тренер не преклонен. Нельзя девушек отвлекать видеокамерами. Директор этого комплекса пытался договориться, но, увы, у него не получилось. Хотя он очень старался, когда узнал, что мы из России. К нашей стране он испытывает большую симпатию. Не зря на бейсболке у него логотип в Санкт-Петербургской хоккейной команде СКА. Я очень люблю хоккей. И в свое время я тоже играл в хоккей. На протяжении вот уже 6-7 лет сюда приезжают русские команды и Металлург, Локомотив, Ярославль и, безусловно, команды из Санкт-Петербурга. Нам нравится с ними работать. Они хорошие клиенты. Хорошо относятся. И, конечно, я слежу за хоккеем со времен, когда была вечная битва между канадцами и россиянами. Я всегда болел за россиян. Этот спортивный объект находится на Высокогорье. Добираться до комплекса нелегко по горному серпантину. Но для спортсменов тренировочная база – идеальный вариант. Нехватка кислорода заставляет организм работать активнее. Спортобъект находится далеко от столицы кантона Вале, в нескольких десятках километров. И, соответственно, далеко от вокзала и аэропорта. Такой выбор мест объясняется просто. В Швейцарии спортивные объекты строят не государства, а частные компании. Бизнес выбирает места такие, куда еще помимо спортсменов поедут туристы. Не зря рядом с катком Лейкербада есть туристический кемпинг. В общем, оценить лед нам тут не удалось. Кстати, на прощание с директором комплекса наша делегация подарила ему в коллекцию толстовку с логотипом Красноярска универсиада 2019. И традиционный сувенир из города Нейнисеи – бумажную десятку. Следующий объект, куда мы направились, находится в городке Саасфе. Этот курорт считается одним из самых популярных высокогорных курортов швейцарских Альп. Его окружают 13 вершин высотой свыше 4000 метров. Вот на одну из них Алалин мы и направились. Итак, первый подъем всей делегации раздали тюбики с солнцезащитным кремом и рекомендуют намазать все открытые участки тела. После еще один подъемник, но не простой, а скрытый в толщу скал. Местные называют его метро. И вот мы на вершине. Встречает нас тут зима. Кстати, в холодное время года сюда мало кто приезжает, слишком холодно. А летом в самый раз. Поэтому тут тренируются и наши соотечественники. Андрей Панов из Башкирии узнает россиян по нашим толстовкам с логотипом и тут же желает нам победы. Мы бываем в Красноярске и много людей в Красноярске. То есть про универсиады говорят все. Ну я, естественно, за Россию. То есть я никак не могу сказать, что Красноярск достойное место для проведения универсиадов. Но наша цель еще не достигнута. Мы направляемся еще выше. Чтобы добраться до точки 3500 метров, мы поднялись сначала на двух фуникулеров, потом на еще одном подъемнике. И вот теперь едем на ратраке. Наконец мы приехали к Халфпайпу. Это сооружение сделано из плотного снега. Спортсмены, перемещаясь от стены к стене, выполняют прыжки и трюки. Правда, нам не повезло. Во время нашего посещения никого в Халфпайпе не было. Только ратрак, который готовит трассу. Мы находимся на вершине 3500 метров. Светит яркое солнце, лежит белоснежный снег. Кстати, тепло. Можно здесь сгореть буквально за 15 минут. Поэтому все наши группы выдали синтезащитные крема. А еще без очков здесь находиться тоже практически невозможно. Ужасно слепит глаза. Летний снег особый, рассказывает Доминик. Он ответственный за подготовку трассы. Чтобы снег не был рыхлым, небо должно быть без облаков. Иначе кататься спортсменам будет сложно. Это самый большой парк для летних тренировок. И сюда приезжают все команды мира. Летом это 20 километров протяженный трасс. А зимой 100 километров. Халфпайп в Красноярске планируется возводить в Академии зимних видов спорта и в Бобровом лагу. Находятся оба объекта близко. Добраться до них от центра города можно достаточно быстро. Что касается Кантона Вале, тут все наоборот. Доехать сложно. Саосфе находится почти в 240 километрах от аэропорта. Поэтому пока снова ничья. Красная Божу! Ирина Алиева, Александр Ермошенко. Новости.